добрый день меня зовут анатолий юшин я управляющий партнер адвокатского бюро юшины партнеров я много лет специализируюсь на решении проблемных вопросов которые возникают в процедурах банкротства юридических лиц и вот какие тенденции в этой сфере я могу отметить во первых это общее увеличение числа банкротств компании особенно в последнее время в связи с пандемией также это значительное повышение активности кредиторов процедурах банкротства и что особенно важно на чем я хочу остановить свое внимание сейчас это серьезное увеличение случаев привлечения контролирующих компаний лиц к субсидиарной ответственности за 2019 год число заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности выросла в два раза общая сумма по привлечению субсидиарной ответственности в девятнадцатом году составила 300 миллиардов рублей в 2020 году это общая сумма выросла еще более и составила на сегодняшний момент 395 миллиардов рублей что же такое субсидиарная ответственность контролирующих лиц говоря простым языком это означает что долги компании которые она не может погасить за счет своего имущества перекладываются на плечи директоров и учредителей компании при этом есть две новости хорошая и плохая плохая заключается в том что субсидиарная ответственность не может быть списана через процедуру личного банкротства контролирующего лица которые привлекли к этой субсидиарной ответственности хорошая новость для директоров и учредителей в том что субсидиарная ответственность возникает не автоматически при введении процедуры банкротства юридического лица а кредиторы и арбитражный управляющий должны доказать вину контролирующих лиц и только тогда в отношении них суд может ввести субсидиарную ответственность за время работы нашим адвокатским бюро накоплен значительный опыт в делах по привлечению к субсидиарной ответственности и в ходе предстоящего мастер-класса я отвечу на следующие вопросы как генеральному директору компании избежать привлечения к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица какие риски существуют у финансовых директоров и главных бухгалтеров предприятий должников в каких случаях банкротство компании влечет банкротство бенефициара и что такое реабилитационные процедуры и каким образом возможно в рамках банкротства провести реструктуризацию долгов и спасти свой бизнес приходите на мой бесплатный онлайн мастер-класс 25 февраля где я поделюсь своим многолетним опытом сфере банкротства и помогу вам подобрать такие решения которые уберегут вас от негатив от негативных последствий банкротства компании которые вы владеете или возглавляете мы успешно помогли сотням наших клиентов защитить свои интересы и я расскажу как это сделать вам все зарегистрированные участники получат возможность задать мне любые вопросы в ходе мастер-класса 25 февраля также для участников я подготовил специальный бонус серию писем с видео обзором ситуации за 2019 2020 год по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих лиц в процедурах банкротства с участием федеральной налоговой службы регистрируйтесь прямо сейчас и до встречи в прямом эфире 25 февраля субсидиарной ответственностью